1937-й начинался оптимистично. Никто тогда и предположить не мог, что к концу года большая половина творческой интеллигенции, писатели, поэты, журналисты окажутся в застенках НКВД. На страницах газет известные писатели Сакин Сейфулин, Бимбет Майлин, Мухтар Ауэзов, Абдельдад Ажибаев и Сабит Муканов делятся своими творческими планами. Они полны вдохновения и веры в счастливое будущее, впрочем, как весь советский народ. Тогда, в середине 30-х, только оправившиеся от потрясений революции и гражданской войны. До войны Великой Отечественной, в которой Советский Союз потеряет десятки миллионов своих сограждан, еще 4 года. Однако задолго до этого советское правительство начнет жесткую чистку практически войну против собственного народа. К расстрелу по всему Союзу будут приговорены около полутора миллионов человек. В большинстве своем это представители национальной интеллигенции, самые образованные, талантливые люди. Первым делом репрессировали тех, кто силой слова мог управлять массами. В стихах, поэмах, статьях искали признаки буржуазного национализма. Тут и там звучало. Враг народа, шпион, предатель. Писали в газетах, например, Сергей Маканов тоже писал, что вот и Бетмалин там какие-то шпионские или националистические взгляды, очень против него там статьи пошли. Получается, это подготовка к тому, чтобы его, его имя, получается, обесесть и забрать, как врага народа. Это вообще, с одной стороны, абсурд, с одной стороны, такая непонятная вещь. Особенно, если касаясь Бимбета Майлина, например. А ведь Мусрев, когда его арестовали, Бимбета Майлина, он высказался, он говорит, если Бимбет Майлин говорит, враг народа, тогда меня сегодня же арестуйте, пожалуйста. Он, очевидно, ни с кем не комплектовал, ни правительством, ни власти, ни с кем не комплектовал, людьми. Он всю жизнь занимался только творством, творством, творством. Бимбету Майлину припомнят стихотворения, опубликованные в 1918 году, в которых он призывал молодежь вступить в партию Алаш. Назовут клеветой и недопустимой ошибкой, описанной Бимбетом в стихотворении письмо отцу, добровольное вступление бедняков в лошардинские отряды. Однако это не было ошибкой. В молодости, познакомившись с представителями Алаш, Бимбет действительно увлекся их идеями и активно их пропагандировал. Период был такой. Самодержавие свергнуто, большевики еще не захватили власть. В этой дележке единственным оплотом народа оказалось движение Алаш, которое защищало его интересы. Однако новая советская власть, обещавшая равенство, братство и свободу угнетенным, Бимбету, как сыну бедняка, оказалась...